Долгожданное для любителей моды событие состоится во Владивостоке 7 октября. Второй дальневосточный фестиваль фэшн-фильмов представит работы как местных режиссеров и дизайнеров, так и конкурсантов из Южной Кореи. О все подробности о мероприятии мы узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Ярослава Коробеева, организатор Первого Дальневосточного фестиваля фэшн-фильмов, руководитель интернет-портала «Фэлсми». Здравствуйте. Ирина Здоровенина, организатор Первого Дальневосточного фестиваля фэшн-фильмов и руководитель интернет-портала «Фэлсми». И Алена Гуц, дизайнер одежды. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Девушки, давайте внесем некоторые пояснения телезрителям. Мы сказали, что это второй фестиваль, а вы организаторы первого. Дело в том, что он первый, единственный и второй по счету, верно? Да, все правильно. То есть у него уже есть своя маленькая история. Давайте ее сейчас нашим телезрителям расскажем. Да, на самом деле мы уже в прошлом году проводили этот фестиваль, проводили его в экспериментальном режиме. Это было на закрытое мероприятие. Пригласили мы всего 350 человек, так как больше площадка не позволяла вместить. И для нас было интересно на самом деле получить некую обратную связь, во-первых, от наших конкурсантов, во-вторых, от дизайнеров, в-третьих, в принципе, от режиссеров, от гостей мероприятия. Увидеть, насколько зрители и гости заинтересованы в этом. И когда мы уже приступали к подготовке только этого мероприятия, то мы уже начали получать позитивную обратную связь, что действительно это очень много их заинтересовало. И уже в процессе подготовки мы поняли, что такой фестиваль должен носить, естественно, ежегодный характер, то есть повторяться круглый год. Ну и вдохновлялись вы, безусловно, и кино, и модой. Я правильно понимаю? Да, то есть у нас была именно идея самого создания мероприятия. Это воплотить кино, интегрировать кино и моду. Алена, к тебе как к дизайнеру сейчас хочу обратиться. Насколько мне известно, то в городе, слава богу, достаточно сейчас местных и достойных дизайнеров. И более того, я бы не сказала, что это такая конкуренция, это наоборот совместная работа, по цель которой рассказать людям о том, что в городе есть модная индустрия, она развивается, и она очень даже на неплохом уровне. Я правильно понимаю? Ну, к моей большой радости сейчас-то действительно перетекает плавно новый уровень совместной работы, когда уже все друг с другом общаются, все друг друга знают, все в принципе знают, кто чего примерно стоит, кто-то выходит вперед, кто-то догоняет. И рынок сейчас очень благодатный, он прям сформирован. Год назад еще слышала, что у дизайна в Владивостоке есть какие-то проблемы, сейчас я могу авторитетно сказать, что есть вопросы и задачи, которые люди перед собой ставят, и они выходят на новый уровень. На таких вот прям глобальных проблем и сложностей сейчас, слава богу, нет. Когда 7 лет назад я начинала только, слова местные дизайнеры звучали примерно как какой-то абориген, который выскакивает из кустов, с платьями из морской капусты и водорослей, то есть что это? Сейчас началась, наверное, такая хорошая эволюция, то есть старейшая школа у нас это чердак forever, потом очень хорошие показы устраивали суккуб, и с их легкой руки и с огромного количества усилий пошли уже качественные показы в городе, соответственно, вот девочки сделали в фэшн-фильмах фестиваль, и это тоже уже зернышки, которые падают на благодатную почву. Есть стилисты, которые своих клиентов приводят именно к дизайнерам шоурумы, и они очень хорошо работают, потому что дизайнер это не всегда открытый человек, чаще всего это человек, который там не прямо идет на контакт с публикой, и ему нужны как раз вот такие вот связующие звенья, фестивали, мероприятия, ивенты, вот этот вот свет софита в плане передач, то есть среда есть. Ну на самом деле можно я здесь дополню, единственное, почему появилось наше мероприятие, это благодаря действительно тому, что индустрия моды на Дальнем Востоке начала стремительно набирать обороты, и появилась у дизайнеров задача продавать, а как не с помощью фэшн-фильмов продавать их изделия? Конечно, и уже на основании этого появилась задача создать такое мероприятие, где бы уже режиссеры, работая вместе с дизайнерами, могли бы посоревноваться, да, и показать свое мастерство, показать... Уровень? Да, показать свой уровень. Что есть достойное коллекции? Даже не продавать изделия, а продавать идеи, потому что дизайн это, в принципе, образ, это такая красивая картинка, которая считывается не на уровне швов, качества ткани или кроя, она считывается на уровне того человека, который это дело создает. Ира абсолютно правильно сказала, что есть потребность продвигать идеи, ну и это именно такая продажа идей, по сути. Ну и более того, это ведь толчок к творчеству, правильно, Алена? Огроменный. Желание действовать и творить. Давайте как раз поговорим о программе фестиваля, второго уже фестиваля фэшн-фильмов. Что увидит публика, что требуется от участников, расскажите нам. Ну, во-первых, уже второй фестиваль, естественно, предполагает уже большее количество самих участников, то есть мы получили огромное количество участников, если сравнивать с прошлым годом, то оно намного выше. У нас также будет очень интересная программа, начнется она с некого перформанса от нашего партнера, то есть у нас будет зарисовка, зарождаться символ фестиваля, у нас будет отличный художник, очень талантливый, пока не будем озвучивать. У него будет муза в роли, ее будет у нас модель Таисия Гребенюк, да. И также, естественно, люди могут наблюдать за зарождением фестиваля и таким образом сфотографироваться на память. За рождением символа фестиваля. Да, затем у нас, естественно, будут различные конкурсы от наших партнеров и достаточно такие, я бы сказала, непростые. Затем у нас будет шоу, фэшн-шоу, на котором у нас будет участвовать около шести дизайнеров, включая также Алену Гудс, которая завершится, собственно, ею. И, естественно, потом мы уже переходим к основной части, это к показу участников конкурса. Алена, ты, к слову, во второй раз уже будешь принимать участие, правильно? В разном качестве. В разном качестве. Расскажи, вот для тебя ты ведь в курсе, как меняется фестиваль в этом году, для тебя насколько сильно он изменился, в какую сторону? Расскажи нам. В первый раз вечеринка проходила в аквариуме, она была в рамках кинофестиваля, и я ни разу не видела такую явку гостей. Настолько был Салат Оливье из гостей. То есть публика была богема, что-то такое вот, ближе к гламуру были люди, были творческие ребята, режиссеры с взъерошными волосами, в пиджаках, в очках, такие очень аутентичные. Были дизайнеры, какая-то публика была. Зрители, да? Да, зрители были, совершенно интересно. Публика была разношерстная, она в каком-то таком вкусном сочетании. Я, в принципе, в этот раз тоже, когда рассказываю гостям своей студии о фестивале, я приглашаю, надо же обеспечить себе поддержку своему показу. Другому никак. Конечно, это правильно. Я когда приглашаю, я говорю, это самая интересная была вечеринка, на мой взгляд, прошлого года. Потому что обычно все равно вечеринки собирают публику узкой направленности. И это очень важно, да? Это тоже хорошо. А это значит, что эта тема притягивает как магнит абсолютно разных людей. На самом деле, у нас получилось, мы объединили всю модную индустрию, не только дизайнеров, но и фотографов, но и видеографов. Прямо индустрию. Да, действительно, то есть на одной площадке. И на самом деле, мы когда уже разговаривали с гостями, да, вот в частности, Алена нам сказала, говорит, что это единственное мероприятие, на котором собрались все дизайнеры. Мы первый раз за год увидели друг друга одновременно. Да, а все, на самом деле, сейчас время-то благодатное, все работают, я бы даже сказала, пашут. Поэтому это такая редкость, что все действительно вышли, все посмотрели. Ну и к тому же, мы в этом году не стали выставлять свой фильм, в прошлом году выставляли короткометражное кино. И, вы знаете, это, наверное, самый мой большой провал на сегодняшний момент в жизни, вот это вот кино. Потому что посредине фильма просто у меня завис кадр, и я в одном и том же положении лица продолжала свою речь. Ну, там я была на экране в том числе. Я думала, что этого никто не заметит, потому что я видела, в принципе, это в готовом кино. Ну, в общем, заметили все, и я прям так вжалась в мужа, думаю, боже, хоть бы это поскорее закончилось. Потом в этом году я не выставляю, я вот умею хорошо делать показы, а, собственно, показ мы там и представляем. Ну, это тоже опыт хороший. Да, это был такой опыт, залезть под одеяло, не вылазь неделю. Я думаю, что все поняли прекрасную ситуацию, это была не твоя, скажем так, проблема, а эта техническая. Ну, это была моя проблема, если я что-то утверждаю, то это моя проблема. Ну, слава богу, все хорошо закончилось. Да, поэтому я и говорю, что в первый раз это носило больше экспериментальный характер, поэтому было интересно посмотреть, как отреагируют и дизайнеры, в том числе, насколько им было бы интересно представить свои работы, да, вот на зрительский суть. Ну, там, кстати, был безусловный лидер на прошлом фестивале. Татьяна Голевец для Александра Варлакова подготовила фильм «Эмигрантка». Очень красивый фильм. И он прям прозвучал, то есть у него была прям какая-то грусть, перемешка с движением. Мне кажется, Таня уловила прям его стиль. Да, они были прям бесспорными лидерами, да, она прям вот поймала. Но на самом деле, когда мы уже разговаривали с жюри, у них же не было практически сомнений, да, кто будет первым. То есть за второе-третье место у них были сомнения, кому же отдать второе место, кому третье. А за первое, в общем, все единогласно абсолютно проголосовали, что это Таня. Да, потому что она единственная, кто собрал воедино в одно видео всю коллекцию Александра Варлакова. И еще это послужило очень большим плюсом для ее победы. А на самом деле я такую немножечко раскрою историю про Таню, что она у нас одна из самых последних участников в себя заявила. То есть практически, наверное, за недели три, если я не ошибаюсь. И она очень сильно переживала, говорит, Ира, ну как, как... Короткие сроки очень. Да, были очень короткие. И она очень переживала, она говорит, у вас там такие сильные участники, как я не могу, в общем, себя подвести и вас. И она сняла свой фильм, который идет две минуты. Она снимала его, насколько я знаю, практически неделю. То есть четыре дня съемки, потом еще постпродакшен. Полноценно абсолютно. То есть она очень серьезно к этому подошла. Ну, естественно, такой у нее результат получился. Результат, конечно, прекрасный. Будем надеяться, что в этом году будет больше таких работ. Кстати, участников больше, меньше? Намного больше, намного больше. Сколько человек? И вот сейчас, скажем, наверное, около 15, да? Да, и мы еще ожидаем, потому что у нас... Еще ожидаем, да, поступления заявок. Вот сейчас буквально осталось совсем немного. И я думаю, что, возможно, еще будет больше. А куда писать? Озвучите сейчас. Куда можно подать? Мы принимаем работы, уже готовые работы, хранометражом до трех минут фэшн-фильм, на электронный адрес info.sobachka.felsme.com То есть все, в принципе, дизайнеры, кинематографисты могут присылать, да? Абсолютно, абсолютно, да. Причем мы получаем до сих пор письма на наш адрес с вопросом, а можно ли еще до сих пор, если у нас время, но, к сожалению, время уже подходит к самому концу. 1 октября – это вот самый крайний срок, когда мы ждем поступления работы. То есть, давайте еще... Гэдлайн, да, до понедельника? Да, да, абсолютно, да, это самый-самый край. Я не участвую, я просто спрашиваю. Да, в итоге Алена потом, 1 октября, она скажет, девочки, я сняла хочу. Я поняла, что к этому надо готовиться. То есть вот так нельзя. Опять же, опыт. А интересно узнать все-таки детальнее условия участия, ведь все равно не каждый человек может это сделать. Правильно я понимаю? Да, на самом деле, вы знаете, практически каждый, у кого есть желание, потому что сильных требований жестких мы не предъявляем, у нас единственное условие, что мы принимаем работу хронометражом до 3 минут, мы призываем наших участников снимать на абсолютно любое оборудование. Почему-то у нас участники боятся иногда снимать на телефон, думают, что не очень качественная получится съемка. Но вот, допустим, в этом году у нас уже будет участник, который снял полностью фэшн-фильм на телефон, мало того, даже смонтировал его на телефоне. Вот, собственно говоря, и все. Ну, единственное, да, это должно быть, естественно, касаться концепции фэшн-фильма, потому что все-таки у нас фестиваль фэшн-фильмов. То есть, в принципе, суровых ограничений, жестких нет. Абсолютно. Да. А вот мне интересно узнать о публике, о том, как зрители, жители Владивостока, те, кто не имеет непосредственного отношения к этой индустрии, но, тем не менее, город у нас такой интересный, достаточно яркий, как мне кажется, образ Владивостока модный. Вот как вы оцениваете ситуацию в городе, в этой сфере? Улучшается она, ухудшается, стоит на месте? Как я уже сказала раньше, все развивается стремительными темпами. Все, вот мое поколение, 30 с небольшим, выходят на уровень, вышли уже, на такой прям профессиональный, когда они изготавливают все профессионально, в сроки, коллекции, идут качественные локбуки. Есть команда СММщиков, это ребята, которые занимаются именно развитием, представлением брендов в различных соцсетях. Есть достаточно успешная команда, и практически все лучшие Инстаграмы города. Инстаграм – это все-таки прямое радио непосредственно к твоему потребителю. К клиенту, да. Да, к твоему потребителю, клиенту. Нам интересно, как ты оцениваешь ситуацию именно со стороны потребителя, как они сегодня уделяют внимание моде Владивостока. То, о чем постоянно все говорят, вот это вот слово из шести букв, которое не хочется говорить вслух, как Гарри Поттер и Волан-де-Морт, кризис. Так вот, в плане дизайна его нет, потому что, наоборот, из-за границы везти дорого очень, получается, за те же самые деньги привозят менее качественную одежду, а пользуясь тем, что ты производитель, и можешь задавать то качество, которое считаешь нужным, приемлемым для своего бренда, и еще и напрямую общаешься с потребителем, то люди, наоборот, стали смотреть на дизайнеров. Они приходят, они выворачивают вещь наизнанку, они видят, что это сделано с любовью, сделано руками, сделано вот свежее все. И с качественной тканью, что немаловажно. То есть нет такого эффекта, да, что оно привезено из аутлета, где-то на краю света, сюда, и оно отпарено, и приведено в божеский вид, и продано вам. Это прям свежесть-свежесть. Ну, как говорят, как говорили в «Мастере Маргарите», свежесть второй не бывает. Вот с одеждой точно так же. Это определенное преимущество. Я так подозреваю, что где-то форы вот этой вот, где-то еще года полтора осталось. То есть кто в это время вырастет до нормального бренда, тот вырастет. Потому что все равно, мне кажется, санкции, возможно, и не вечные. Дай бог. Ну, плюс ко всему, я считаю, что нужно тем самым, да, вот то, что у нас сейчас принимается такое, может быть, не совсем большое, да, производство свое собственное, мы выражаем свою индивидуальность. То есть покупая вещи от наших дизайнеров, ну и не только, может, каких-то российских, мы выражаем свою индивидуальность таким образом. То есть мы не похожи. То есть вещи в основном, они эксклюзивные. Ну да, и здесь на самом деле тоже я хотела дополнить, как потребители, да, реагируют на местную моду. На самом деле здесь стоит посмотреть на наших трендсеттеров, в общем, да, людей, которые ходят на модные вечеринки. Ведь они уже все практически одеты от местных дизайнеров. Каждый хочет подчеркнуть свою индивидуальность и идет к конкретному дизайнеру. Например, у него какое-то сегодня событие, и вот, допустим, там, платье от Виолетты Антоновой будет в самый раз. А, допустим, завтра он пойдет на какую-то там спортивную вечеринку, и там можно одеть что-то от Насти Шаклеин. И на самом деле это здорово, потому что, ну, наверное, лет пять назад, я помню, еще было время, когда мы говорили только про сукоп, и мы говорили только про Росла в нулях. И, в принципе, больше не о ком было говорить. А сегодня уже столько людей, у нас Настя Шаклеин, да, опять же про нее скажу, что она стала победителем у нас всероссийского конкурса Пьера Кардена. Она победила, заняла первое место. Про Сашу Варлакова можно очень долго говорить. Он уже, по-моему, был на римской неделе моды. Да, великолепный дизайнер. Абсолютно. Его даже любит первая леди нашего края. То есть это же о многом говорит. И уже очень многие люди стали переодеваться действительно в местных, в одежду от местных дизайнеров. Поэтому сейчас про Сашу Стефанюк я могу много говорить. Как у нее эти прекрасные сумочки, как они сочетаются. Особенно они любят это сочетать с какими-то такими хардкорными вещами. Это же здорово. И у нас Владивосток, мне кажется, прям вот уже бурлит этим. Хабаровск еще, ну скажем, догоняет. У них еще, ну наверное, чуть позже, да, приходит к ним осознание вот такое именно о моде. Хабаровск, привет. Здесь, на самом деле, я хочу сказать, что вот чем отличается, допустим, первый фестиваль от нашего второго. Потому что у нас на первом фестивале были только представлены приморские участники. То в этом году у нас уже будет и Хабаровск, уже будет и Южная Корея. То есть мы уже распространяемся и охватываем большие регионы. А можно несколько слов о южнокорейских участниках? Они из Пусана. Они представляют марку Моли Оли. Моли Оли. Экофур, да. Очень интересная такая у них дизайнерская одежда. Вот, собственно, они будут представлять свой видеоролик с этим брендом. Да, на самом деле бренд уже, ну очень известен, там, по всей России, в принципе, и в Азии. И вот здесь тоже хочется сказать о том, что мы, как бы, охватываем и Азиатско-Тихоокеанский регион. То есть мы, как руководители и создатели портала flsme.com, это у нас портал о моде, о стиле дизайне на Дальнем Востоке в странах АТР. То есть мы сотрудничаем, мы с дизайнерами Таиланда, Кореи, Китая, Японии. Да, мы здесь работаем с нашим, допустим, японским центром Amazing Thailand. То есть мы стараемся наладить взаимоотношения. Нам бы очень, конечно, хотелось привести дизайнеров из Кореи, там, или из Таиланда уже к этому году. Но все должно быть постепенно. И мы, к сожалению, в этом году не успели привести вот уже дизайнеров азиатских. Но это было бы очень интересно, потому что на таких фестивалях, на таких мероприятиях, на самом деле, рождаются совместные коллаборации, раздаются какие-то новые идеи, а люди обмениваются опытом. Потому что вот я когда общалась тоже с Сашей Стефанюк, она ездила в Корею, она потом приехала вот с такими огромными глазами, говорит, ну там же вообще все по-другому. Они, в принципе, подходят к модной индустрии, да, к созданию скелета, грубо говоря, одежды. Вообще, я считаю, что да, Корея сейчас задает моду. И действительно, очень интересные вещи они создают. И поэтому это здорово, сотрудничать именно вот с дизайнерами из стран АТР. Да, а здесь вот маленькое слово, что мы когда начали на них выходить, мы стали смотреть их географию, да, где они представлены. И было так интересно обнаружить, что они представлены везде практически, да, даже в Москве, там на Западе, в Америке вообще не говорю, про Европу не говорю, они там в нескольких аутлетах, аутмолах представлены. А у нас нет. И мы когда уже стали им задавать вопросы, почему и давайте, нам тоже интересно, они, видимо, думали, что здесь нет потребителя, потому что здесь меньше популяции, да, грубо говоря, чем на Западе. Поэтому, может быть, им не был так интересен этот сегмент, именно Дальний Восток. Но когда мы уже начали к ним обращаться, конечно, им это здорово. И они рады, что у них есть еще дополнительно новый рынок. К слову, Алена, ты ведь тоже стараешься делать сегодня все, чтобы привлечь внимание не к себе, да, как к дизайнеру, потому что ты достаточно известный в городе человек, а именно к индустрии модной Владивостока. Вот, например, что ты делаешь сегодня? Я сейчас стараюсь точно действовать, прожектор направлять на какие-то мероприятия, может быть, не очень большие, но регулярные. Мы сейчас стали гастролировать. Что я имею в виду под этим словом? Что у девочек показ наш будет шестой за календарный год, с января ночная. На следующий день у нас будет показ в Toyota Center, в Toyota Center Владивосток за городом. Это будет седьмой показ и второй по счету в Toyota Центре. Казалось бы, неделю назад у нас прошел показ на заре, прямо на улице между двумя цехами. Ходили люди, мамочки с колясками, летали шары, воздушные пузыри, и шли девушки-модели, они заходили на сцену в рамках «Мама с пати». Они тоже у вас были в гостях. Мероприятие для мам. Ярмарка. Казалось бы, Toyota Center, «Мама с пати», что у этого всего общего? А общего то, что… Общая лимонадца. Не совсем. Общее то, что когда мы поучаствовали в 2014 году в неделе моды, мы участвовали в открытии и делали там тоже маленький показ, где-то между корейскими дизайнерами и Вячеславом Зайцевым, там было так интересно. Это просто дало мне пищу для ума в том смысле, что неделя моды раз в год, фестиваль, девочки, не обижайтесь, раз в год, но есть такая китайская пословица, я не буду озвучивать, она не очень прилично звучит, маленькими шагами к большой цели. И мы просто стали затрагивать аудитории разные. То есть Toyota Center – это мужчины, немножечко совсем женщин, они интересуются машинами, и тут вдруг культурная составляющая вместо приглашенной поющей, к примеру, звезды, поющей ковера, спускается по лестнице красиво причесанные, красиво накрашенные, в хорошей обуви, которая про тренды, вот про текущие мы сотрудничали с магазином специализированным, в интересных платьях девушки под абсолютно модную музыку. И у мужчин вот уже срабатывает то, что, когда они слышат, что это местный дизайнер, и когда он придет, развернет там пакет от разных дизайнеров, может быть, у него уже не возникнет вопроса, дорогая, зачем ты это купила? И это, по сути, такая простая цель, но нашим женщинам мы должны упрощать вот эти вот муки выбора. А второй момент, что это помогает продвигать дизайнеров, дизайнеров вообще в принципе всех. Вот, например, недавно у нас был первый фэшн-флэш-моб. Мы его не очень сильно освещали, потому что это был пробный вот такой вот шар. Ну вот сейчас девочки публикуют на felsme.com фотоотчет с этого флэш-моба. Как это выглядело? В новой коллекции у меня разных цветов вышли платья, одинакового силуэта. В студии мы их называем платья-мешки. Такое зауженное книзу с рукавами. Мы нарядили девочек в разноцветное платье с маленькой птичкой с символом Владивостока внизу, в яркие шляпы джинсовые, в яркие колготки, кеды, и они просто пошли гулять по городу. Их останавливали на каждом углу. Кто-то фотографировал их, было 1 сентября, на профессиональное фотооборудование, кто-то на телефон, кто-то делал с ними селфи, останавливались машины, ну, честно говоря, мы там немножко даже пробку в районе Динамо образовали, и мы ушли, получается, по набережной от фонтана и налево. И там тоже на детской площадке много кто фотографировался. Это тоже привлечение внимания. Потом это облетело в соцсети, да, это такое привлечение внимания, что на Сибельна классно, и никто это не привезенный. И небольшой праздник для жителей Владивостока. Такое хорошее настроение сразу. Хорошее настроение. Как раз это было 1 сентября, солнечные, залитые солнцем вечерние улицы, было потрясающе, романтично и странно, и такое ощущение было, что время просто остановилось. А второй момент, что насчет привезенности дизайнеров, девочки заговорили про корейских авторов одежды. Мы с моим партнером на то время, с Евой Муор, как-то делали в рамках Pacific Meridian показ на набережной. Нам обещали красную ковровую дорожку, в итоге это все вылилось в какие-то синие невзрачные ковры, и мы приняли решение быстренько перевести траекторию показа, хореографию изменить на настил, который вот устлан, как он называется, не брусчатка, а вот такие вот деревяшки. Дощатый. Дощатый, да, настил. Девочки были все в образах кинодиф, это была деревня при Pacific Meridian, все с разными прическами, с разными макияжами, с макияжами, в перемешку платья моей Евины. Девочки-модели, у них был такой отзыв, что была самая благодарная публика на показе, потому что были просто простые люди с набережной, и такой пошел шум по толпе, их привезли специально на фестиваль, то есть это не может быть местным. Сейчас, конечно, проще, это было 2-3 года, наверное, назад, я вот сейчас вспоминаю и думаю, ну, классное было время. Нам уже пора заканчивать, просто время выходит, вот пригласим, где, когда, во сколько состоится проекте. 7 октября, 19.00, событийная площадка Place, адрес Днепровская 100, ждем вас очень с нетерпением. Это следующая пятница. Да, это уже следующая пятница, времени осталось совсем немного, билеты, в принципе, вроде еще есть, поэтому можно приобретать. Девочки, спасибо большое, к сожалению, пора заканчивать. Удачи вам, развития, успехов. Спасибо, что пришли к нам. Спасибо большое. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить», в студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова